Здравствуйте! С вами снова Татьяна Бейко. Сегодня мы будем рисовать второй проект Розовый восход. Это у нас будет с рыбаком. И немного другая техника. Вот видите, такие контейнеры. У меня краски там немного оставалось в тюбиках. И очень сложно было выдавливать. Лучше всего выдавить такие контейнеры. Они очень-очень долго там остаются такие свеженькие. Первый это вермиллион, второй ализерин кримзон. И как вы обратили внимание, сначала водичку принесла в палитру. А потом уже начинаю смешивать. И третий это у нас ультрамарин плюс ализерин кримзон. Смачиваем водой небо. И это у нас Ро Сиена. Сиена натуральная. Вот вы обратили внимание, я не с самого горизонта начала наносить. А немножко повыше. Так, чтобы ближе к горизонту уже интенсивность не такая была яркая. Потом вермиллион. И вот сейчас мы убираем краску. И здесь вы уже сами смотрите, насколько вы светлые хотите оставить. Потому что можно снять, в принципе, до чистого белого листа. Вот, но мне не хотелось этого белого. И пускай он такой будет немного как бы розовато-оранжеватый. И сейчас немного утемняем сверху. Это у нас ультрамарин плюс ализерин кримзон. Но совсем не яркий такой. А вот уже, вот видите, двигаясь ближе к горизонту, мы уже приносим ализерин кримзон. То есть здесь уже у нас как бы воздушная перспектива. А вот уже ближе еще к горизонту. Там вообще совсем слабенькая. Вот. И сейчас я ничего не высушиваю. И не забудьте маскировочную ленту на горизонт уже приклеивать. Бумага у меня все еще сырая. Но она не мокрая. Она сырая такая. Вот она будет уже подсыхать. И поэтому вот хорошо, если вы хотите, чтобы горы как бы были совсем-совсем так далеко. И как бы они растворялись там в этом, в небе. Вот этот момент как раз вот самый-самый хороший. И вот наносим такой слабый замес. Это ализерин кримзон и ультрамарин. И плюс еще, естественно, для вариации добавляем. Но мы все еще с этими красками. То, что у нас на палитре. И не забываем, конечно, когда горы, то диагональные мазки. Вот сейчас водичку увлажнили. И у горизонта очень-очень слабый замес сиена натуральная. И начинаем с вермиллион. И опять-таки, чтобы оставить вот это вот именно сияние воды где-то там по центру. То мы тогда вот очень-очень почти параллельно бумаге. И очень так вот гладен. Очень как нежно. Очень так осторожно по бумаге кистью проводим. И краски там совсем мало. Получается, что на бумаге совсем мало краски. Сейчас ализерин кримзон. Вот смотрите, какие мазки. Как бы вот кисть, она цепляется за края этой бумаги. Вот это очень хорошо. Вот это попробуйте такую технику. Вот видите, вот она с самых краев. И вот как бы она там цепляется. И тогда вот очень хорошие такие мазки получаются. Сейчас будем рисовать лодку. Вот. Ну вот на отдельном листе бумаги покажу. Это вот такой вот брусочек мы рисуем. И вот как бы она немного сбоку будет смотреться. Вот. Ничего здесь такого особенного нет. Не надо никаких ни восьмерок. Ничего. Вот такая вот полуарочка или там какой-то снопик такой вот. И с какой-то там макушечкой сверху. Вот. Ну и у нас как бы со спины этот рыбак. Практически опять-таки не забываем голова. Ну там вот шляпка у него. Он вообще там засыпает уже. Вот. И вот эту лодочку рисуем. Вот немного вот как бы такая дуга, да. Вот. И сначала начинаем с темного замеса. Но это все то же самое. Ультрамарин плюс Ализерин Кримсон. Очень такой слабый замес. Вот это вот очень тоже важно. Потому что потом уже будем утемнять и добавлять, если надо. Вот. Ну и вот это вот значит его спину покажем. И вот глава. Удочка. Здесь конечно самое главное карандашом нарисовали. Можно вообще в карандаше так и оставить. Главное, что удочка, так как это все так далеко, мы практически ее не видим. Можно вообще ее. Ну вот что просто как волосок. Это опять-таки тоже очень-очень важно. Вот такие вот моменты, как вот голова, да, у взрослого, маленькая. Удочки вот это очень тоненькие. Все это важно, так как это вот все это перспектива. Ну и покажем, конечно, отражение от лодки. Здесь вот ряб, конечно же, на воде слегка. Вот. И поэтому такие зигзаги. Вот самое лучшее. Ну и там, естественно, где этот рыбак сидит. Вот. Ну и сейчас самое последнее еще. Такие рипплс на воде. Темненькие. Посмотрите. Так как вот такая вот зернистая, да, текстура этой бумаги. Вот позволяет, как бы, действительно создается такая зыбь или рябь. Вот. Ну и, естественно, тоже там рипплс покажем. Вот. Вот так вот такая вот легкая картина. И надеюсь, что вам понравилось. Здесь самое главное это небо. И с этой техникой. Плюс горы вдали. Спасибо, что посмотрели мое видео. И надеюсь, что вы обязательно нарисуете и выставите в арт-классе. И до скорого. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok